Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале с готовыми схемами заработка 100секретов.рф И сегодня у нас с вами очень интересное видео Сегодня мы разберем способ заработка, для которого потребуется старенький минивэн и недорогой девайс из Китая Если у вас уже есть минивэн, возможно вы оказываете какие-то услуги В крупных городах проблем с такими услугами нет Люди выезжают для каких-то электромонтажных работ, для прочистки канализации, для рытья колодцев, бурения скважин, все что угодно Даже доставка посылок и продуктов, возможно на минивэне Но проблема в том, что эти услуги очень конкуренты Какую бы вы услугу не выбрали, в ней найдется 100 конкурентов, которые будут делать ту же самую услугу И в итоге у вас будет пол заказа в день и небольшой доход Таким образом, автомобиль нельзя будет рассматривать как инструмент для постоянного извлечения прибыли Сейчас мы разберем с вами нишу, в которой конкуренция на сегодняшний день минимальна И в которой можно получать регулярный стабильный доход каждый день Итак, устраивайтесь поудобнее, если у вас есть старенький минивэн И вы думаете, как начать зарабатывать на премиальном сегменте Поясню, премиальный сегмент это люди, которые имеют доход более миллиона рублей в день обычно То есть это богатые люди, которые легко расстаются с деньгами И вы узнаете, как это сделать, посмотрев это видео Смотрите, на чем построен заработок Каждый год растет парк электромобилей Уже тысячи автомобилей с электроприводом колесят по дорогам России и стран СНГ Этот парк расширяется с каждым днем И проблема в том, что у многих владельцев возникают нештатные ситуации Села батарейка – самый простой случай Дело в том, что бортовые сети автомобиля Они не очень хорошо дружат с обычной проводкой домов, дачных поселков, заправок Такой автомобиль потребляет слишком большой ток И может привести к перегрузке сети, возгоранию, срабатыванию предохранителей Поэтому владельцы магазинов заправок не любят давать подключаться электромобилям Кто знает, сколько киловатт такой автомобиль высосет из сети И не приведет ли это к поломке Поэтому владелец электромобиля, если он встал где-то из-за разряда аккумулятора Попадает в неприятную ситуацию Более того, проблема такая, что в России слишком мало электрозаправок Они находятся редко И здесь вручает вот такая вот заправочная станция Но это профессиональный электромобиль То есть мобиль, у которого в кузове находится вот такая вот заправочная колонка Различные штырьки, адаптеры То есть она приезжает, заряжает электромобиль Где бы он ни находился, на автомойке, в дачном кооперативе, за городом Где бы ни села батарейка, вас подзарядят Вы заплатите деньги за вызов службы и за купленные киловатты Но, конечно, не обязательно заправлять полный аккумулятор Можно заправить его настолько, чтобы доехать до ближайшей полноценной электрозаправки Поэтому разные бывают ситуации у владельцев электрокаров Например, человек уехал в отпуск, вернулся, а во дворе дома электрокар разрядился Иногда возникает такая вот примитивная ситуация Но сгорел личный адаптер То есть адаптер, который используется для заряда электрокара Штатный, вышел из строя Так как колебания в обычной сети 220 это частое явление У людей сгорают и телевизоры, и холодильники То зарядки для электрокара не исключение Поэтому услуга мобильной зарядки, она востребована Теперь, как ее организовать? Это минивэн Причем подойдет любой минивэн, который может взять на борт, например, 300-400 кг дополнительного веса Почему необходим дополнительный вес? Дело в том, что электромобиль потребляет значительный ток при зарядке И, конечно, минивэн часто, особенно зарубежный минивэн, может иметь мощный электрогенератор Например, 2-3 кВт Можно доработать, поставив, например, электрогенератор от какого-то грузовика на минивэн И получить мощность 5 кВт Но, чтобы зарядить электрокар, таким генераторам потребуется, например, 20 часов 20 часов, 20 часов, это слишком долго Но, если взять на борт несколько десятков аккумуляторов Обычных аккумуляторов от автомобилей И даже с неполным зарядом Объединить их в пакет, в батарею И соединить с преобразователем, например, на 5 кВт То можно получить неплохой источник тока Надежный, который можно подзаряжать не от бортовой сети автомобиля А, например, от розетки То есть вы в гараже ночью заряжаете свой автомобиль Вам утром поступил звонок, что где-то электрокар разрядился И вы выезжаете, неся на борту, например, 30 кВт энергии Этого достаточно, чтобы электрокар доехал, например, до ближайшей заправки Такая экстренная услуга может стоить несколько тысяч рублей То есть несколько тысяч – это вызов на место И, например, тысяча-полторы-две – это заправка Чтобы автомобиль доехал Кроме того, можно возить с собой определенные сервисные инструменты Или использовать свой автомобиль еще для решения других задач В общем-то, это отличная ниша Почему? Потому что в ней конкуренции на сегодня нет В городах-миллионниках практически нет часто ни одного человека Который занимался бы мобильной заправкой А проблема реальная Вы можете в городе-миллионнике собрать контакты владельцев электромобилей Это можно сделать через знакомых Это можно сделать через специальные сервисы Поиска таргетированной аудитории Например, в социальных сетях найти владельцев Подписать их в свою группу Или на свой аккаунт Помощь, там, зарядка в дороге То есть человек охотно вступит И станет вашим другом Запишет ваши контакты Потому что это реальная проблема И третий вариант – это напечатать 500 визиток Встать у электрозаправки Или договориться с владельцем заправки Чтобы он давал визитки за небольшую стоимость Тем, кто приезжает на электрокарах Все Вы будете номер один на рынке У вас будет уникальная услуга И неважно, новенький у вас минивэн или старый Вы можете оказывать эту услугу Что потребуется? Пачка аккумуляторов Настройка подзарядки от бортовой сети Чтобы эти аккумуляторы могли еще заряжаться в дороге В разных ситуациях Например, вы выехали куда-то в село, где нет электроэнергии Или на природу, где люди занимаются охотой, рыбалкой И где сдох аккумулятор у электрокара Это может быть очень востребовано Там даже розетку рядом не найдешь И, конечно, это преобразователь Который можно взять, например, от мощного бесперебойника Цена таких бесперебойников на вторичном рынке Составляет 2-3 тысячи рублей И его можно использовать как конвертер до 5 кВт мощности Теперь самая главная деталь В автомобиле, который будет использоваться как зарядная станция Это портативное зарядное устройство Сейчас я смотрю на малое зарядное устройство Оно дает ток смешной 16 ампер от 220 вольт Несложно посчитать, что это мощность около 5 кВт Там 4,5-5 кВт Тем не менее, этого достаточно, чтобы на выезде за 2-3 часа Подзарядить электромобиль Чтобы он уже мог доехать до ближайшей заправки Поэтому это минимально то, чем нужно обладать Человеку, который хочет заниматься данным бизнесом Доставка бесплатна И огромное количество заказов То есть востребованный товар Как еще можно подзаработать Если у вас есть база владельцев электромобилей Обычно это не бедные люди Это миллионеры, богатые люди Которые могут позволить себе подобный премиальный автомобиль Это иметь в наличии, например, 2 заправочных модуля И если у человека он вышел из строя А они выходят, поверьте, реально регулярно Можно продать Так вот, на российском рынке подобный зарядник Будет стоить уже около 28 тысяч Накрутка составляет 200-300% Но когда человеку нужно ездить по работе, по делам И нужно заряжать автомобиль сегодня Он не будет скупиться и заплатит эти деньги Потому что ему не вариант ждать месяц Пока данный товар дойдет из Китая Поэтому можно продавать зарядки Можно продавать другие комплектующие для электромобилей Ну и, конечно же, зарядку имеет смысл покупать с адаптерами Здесь, в частности, есть разные адаптеры То есть переходники для основных видов автомобилей Но если вы хотите этим заниматься серьезно То вам придется, конечно, покупать более серьезный инструмент Который дает больший ток И который можно монтировать, например, на базе И использовать совместно со стационарным генератором Кстати, второй вариант Это использовать на борту грузового автомобиля или минивэна Обычный сварочный электрогенератор То есть есть электрогенераторы, которые дают до 10 кВт Бензиновые Они весят, например, порядка 100 кг Загруженный на борт Этот электрогенератор может вырабатывать электроэнергию для зарядки электрокара То есть вы приехали, дернули стартер, завели электрогенератор И быстро заряжаете электрокар, не насилуя бортовую сеть своего минивэна Вот такая вот, друзья, классная тема Ссылку на зарядку для электрокара я оставляю в описании Там же вы найдете и другие ссылочки на подобные зарядки Но профессиональные стоят порядка 30 тысяч рублей Которые дают хороший ток, там 50 ампер, например, могут дать Проблема в том, что большинство электросетей рассчитаны на максимальный ток 32 ампера Поэтому вот такая вот зарядка, которую вы видите сейчас на экране Она может использоваться, по идее, даже в загородном доме, даже в дачном кооперативе Даже в гараже можно использовать подобную зарядку У вашего клиента может быть даже такая проблема, что у него есть розетка 220 вольт У него есть точка, где он заряжает У него пришла в неисправность зарядка Он вызовет вас просто, чтобы вы ему дали такую зарядку в аренду Можно сдавать ее в аренду, можно продавать Но на этом можно зарабатывать хорошие деньги А теперь самый интересный вопрос Как зарабатывать от 10 тысяч рублей в день? Смотрите, если вы соберете базу с города Миллионника Например, 500 владельцев электромобилей Москва, Санкт-Петербург, реально, да, реально для этих городов Служб заправки удаленной там практически нет Если вы загуглите или наберете в Яндекс Мобильная электрозаправка в Москве Не откроется ни одного сайта Да, будут где-то отдельные люди, которые оказывают подобную услугу Но сайтов даже нет на сегодняшний день Возможно, они скоро появятся Я уверен, что они скоро появятся Но в Москве сотни электромобилей Собрав базу, дав информацию, что вы занимаетесь подобной услугой Вы будете получать регулярные заказы Проблемы с зарядкой случаются Представьте, если вы ездите на обычном автомобиле Который заправляется бензином, дизельным топливом Как часто в год у вас возникают проблемы с топливом Что кончается бензин Не хватает километража до заправки Приходится заправляться не там, где вы обычно заправляетесь А на другой заправке Либо у вас были такие ситуации, что кончался бензин Вот просто вспомните Да, у многих такие ситуации случаются раз в год Поэтому, если вы будете позиционировать себя Как мобильная заправка И как продавец девайсов для электрокаров То у вас будут регулярные заказы Доход с одной продажи заправки для автомобиля Превышает 10 тысяч рублей 10 тысяч рублей можно получить за один звонок От заинтересованного клиента У которого вышла из строя вот такая вот заправка Или у человека, который, например, выехал отдохнуть за город И у него разрядился аккумулятор Он не хочет использовать эвакуатор И затаскивать свою машину Вести ее в некомфортных условиях Ему хочется ехать в комфорте на своем личном автомобиле Поэтому он готов заплатить 10 тысяч Чтобы вызвать вас за город И вы заправили его замечательный электрокар На этом, друзья, все Спасибо за внимание Не забудьте подписаться на канал 100секретов.рф Ссылка на сайт, где множество партнерских программ Есть под этим видео Переходите, изучайте, зарабатывайте И самое интересное под этим видео Вы сможете найти ссылку на Девайс Преобразователь для зарядки электрокаров На нем вы можете построить свой бизнес В новой и востребованной нише Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!